Друзья, приветствую! С вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. У нас очередное видео, очередная новиночка среди самокатов. Встречаем Yicomura Raptor 13. Долго мы их ждали, наконец-то они пришли, решили постараться максимально сейчас информативно рассказать вам об этом самокате. В следующем видео обязательно мы еще забегу наперед, разберем его, покажем нутрианку, посмотрим какие моторы, посмотрим какой аккумулятор. Но сейчас это видео мы хотим максимально быстро заснять, чтобы с вами, наши дорогие друзья, подписчики, поделиться этой информацией, этой новинкой, этим монстром нереальным, этим самураем среди самокатов. Вы взгляните на него, посмотрите, я думаю, что вас всех, наверное, впечатлит, как и меня, внешним таким видом. Чем-то он напоминает по своим колесам, по крайней мере, это Dualtron X, топовая серия от компании Minimotors. У меня, по крайней мере, по колесам огромный, такой брутальный. Итак, давайте с вами пробежимся по характеристикам данного самоката. Самокат у нас идет на пневматических колесах, 13 дюймов, огромные просто колеса, это реально, можно сказать, самокатище среди самокатов, который проедет просто, наверное, везде. Посмотрите, какой огромный просто клиренс нереальный. Мы с вами, опять же, замерим, посмотрим, даже несмотря на то, что, если мы обратим внимание, подножка, вот такая брутально внушительная, даже она выпирает, да, то есть и клиренс немножко седает. Тем не менее, это не мешает вообще ничему, потому что клиренс все равно остается огромной. И, в принципе, я прекрасно понимаю, почему и Камура компания не подняла его выше, да, то есть, потому что, если бы она подняла бы ее выше, то он бы немножко при этом вот так заваливался бы, да, и это было бы не очень удобно. И, учитывая внушительный размер самоката, было бы неправильно. Каждое мотор-колесо идет номинальной мощностью по 2500 ватт. Вы представьте, 2,5 киловатта на каждом мотор-колесе. По заявлению производителя, внутри у нас стоит аккумулятор на 30 ампер-часов элементами 21700. А два синусных контроллера, учитывая того, что такой монстр у нас идет полноприводный, идут по 35 ампер синусные. Поэтому здесь данный самокат, учитывая синусную систему работы, вы, наверное, уже, дорогие друзья, знаете, какая-то работа, да, он будет у вас, если нужно, не будет так сильно подрывать сразу, да, то есть, а достаточно комфортно ездить на таком, на устройствах с синусными контроллерами. Поэтому данный монстр, скажем так, высокотехнологичный в этом плане, да, то есть, и компания Якамура подошла по полной программе. Молодцы! Дальше будем замерять, ехать в скорости и рассказывать вам о своих впечатлениях в процессе езды, конечно. Итак, что касаемо скорости. Максимальная скорость, по заявлению производителя, достигает до 90 километров. Ну, если учитывая нагрузку, то примерно где-то 80 километров вы на нем можете разогнаться. Пробег на одной зарядке можно проехать до 70 километров. Но самое интересное, что этот зверь может выдержать максимальную нагрузку, по заявлению производителя, до 200 килограмм. Вы представляете, 200 килограмм данный зверь спокойно может выдержать. На самом деле, не каждый производитель может похвастаться такими характеристиками, потому что 200 килограмм – это внушительный объем такой весовой, поэтому здесь, конечно, лайк компании, молодцы. Что касаемо тормозной системы. Тормозная система у них осталась на данном модели, по крайней мере, Raptor 13, такая же зумовская, как на предыдущих модификациях Yakamura. Достаточно хорошая, неплохая гидравлическая система торможения, поэтому здесь, конечно, будем на скорости замерять, смотреть, как она отрабатывает. Но вот пока ехали мы сюда, в наш здесь небольшой от магазина Square, чтобы поснимать это видео, тормоза отрабатывали великолепно, поэтому здесь ничего плохого сказать невозможно. Что касаемо фар, тоже хочу обратить внимание, фары у нас с вами изменились, стилистика осталась до того же формата, как, если вы помните, если не ошибаюсь, модель GS, предыдущей версии, версии 2019 года. Но внутри уже стоят такие вот диодные освещения, достаточно интересные, яркие, и в ночное время суток у вас свет будет заметный, и впереди вас освещение, проезжую часть тоже будет видно. Помимо этого, компания Yakamura, молодцы, тоже сделали такое хай-тековское решение, добавили сюда у нас с вами такую пластину с подсветкой, которая может меняться в разные цветовые решения, то есть, если мы с вами обратим внимание, их три, красный, синий и зеленый, с надписью Yakamura Raptor 13. Что касаемо руля, руль последних модификаций, которые сейчас очень распространены и, скажем так, популярны среди самокатов, это защёлкой с фиксатором, то есть, в этом плане тоже молодцы ребята, подготовились. Вот так вот у нас руль с вами убирается, складывается, очень, кстати, хороший, насчёт люфтов можете забыть, просто вопросов такого не будет у вас возникать, очень классный руль. Что касаемо рулевой части, касаемого дисплея и системы управления освещением, давайте с вами пройдёмся по этой части повнимательнее. Начнём с правой стороны, здесь мы с вами смотрим, это бортовой компьютер LH100 стоит, достаточно распространённый дисплей, хорошо работает, кстати, с синусными контроллерами, по ним минимальное нарекание, исходя из опыта нашего сервисного центра. Здесь у нас с вами три режима скорости, первая, вторая, третья, бортовой компьютер настройки, удержание двух кнопок, мы можем с вами зайти в бортовой компьютер и посмотреть настройки, да, то есть, по 1, по 2, по 3, по 4. Далее, соответственно, мы обязательно пробежимся по этим настройкам, посмотрим с вами повнимательнее, что за что отвечает. Также мы с вами здесь видим стандартный, это заряд аккумулятора, одометр, пробег общий, да, то есть, сколько мы проехали. Чуть ниже у нас идёт стандартная система управления полного привода, сингл-дул, эко-режим, подключение полного привода и отключение его. С левой стороны, если мы с вами переходим, здесь мы с вами видим, это, конечно же, вольтметр, потому что без него никак в современных самокатах. Вольтаж, также, значит, аккумулятор, самокат, точнее, прошу прощения, у нас с вами идёт 60-ти вольтовый, на 30 ампер часов, напомню. Вольтметр и чуть левее, это у нас управление светом, здесь у нас тумблер включения и отключения света. Здесь у нас стоит подповоротники, сейчас посмотрим, у нас с вами здесь поворотники, кстати, стоят или не стоят, мне кажется. А, есть, да, сзади, вот смотрите, кстати, интересное решение сделала компания, сам только сейчас заметил, габарит, стопарь и поворотники. Да, то есть, может быть, они не такие, конечно, большие и яркие, но, тем не менее, я думаю, что в вечернее время будет более заметно, но согласитесь, что оно есть, это уже хорошо. И снизу, а спереди у нас, давайте посмотрим, спереди у нас с вами поворотников нет, ну, только сзади поворотники. Но, учитывая, на самом деле, мощность этого самоката, я думаю, вы всех, всех будете оставлять, практически, наверное, всех сзади, поэтому, чтобы они видели, куда вы поворачиваете. Поэтому, я думаю, здесь и Камура с таким подходом подошла компания. Сигнал. Ну, сигнал просто нужно настроить, на самом деле, мы из коробки его достали, поэтому мы его настроим. Ну, в общем, кнопка сигнала электронного находится под тумблером переключения поворотника. Что касаемо также тормозной системы. Тормозной диск у нас идет 160-й. Стоят... Калиперы стоят, давайте посмотрим, кстати, как с завода приходит у нас с вами прилегает тормозной диск к колодкам. Минимальная только настройка возможна, по крайней мере, на этой модели, а так уже завод даже великолепно стоят. Поэтому здесь вообще, кстати, компания и Камура, лайк, молодцы, ребята, даже с тормозами, прямо даже с завода, я говорю, смотрю. То есть, тормозной диск идет, да, то есть, вот, калипер идет, и, получается, колодки, ну, здесь, наверное, и 199%, да, то есть, они правильно прилегают. То есть, у вас не будет какого-то неравномерного притирания колодок, поэтому здесь, ну, прямо отлично, молодцы. Да, еще обратить внимание хочу на освещение. По освещению мы с вами поговорили, что фара, здесь у нас освещение, ну, и помимо этого у нас, посмотрите, какое красивое решение сделано. Вот здесь у нас такая стеклянная, то есть, идет дека, тут у нас находится с вами аккумулятор, все мозги, контроллеры, вся электроника, проводка. Здесь у нас с вами идет стекло, такое стекловолокно, да, плотное достаточно, и такая вот подсветочка, смотрите, какая яркая. В ночное время суток будет просто космос. Сверху металлическая такая пластина, плотная, мощная. Единственное, что, конечно же, вот здесь, наверное, если вот встать, вот скользко немножко будет, вот на деке. На деку надо какое-то решение сделать, касаемо антискользящее покрытие. Ну, по этому моменту, это, конечно, не такой момент, что акцентирует сильно внимание, но я бы вам рекомендовал бы сюда сделать какое-то антискользящее покрытие. Что касаемо моторов, опять же, по заявлению производителя Якамура, моторы с внутренней стороны, ну, снутри, да, то есть, они уже пролачены, с завода идут. То есть, поэтому здесь вот компания Якамура даже подошла к этому вопросу очень серьезно. Что касаемо подвески, давайте с вами пойдем по подвеске пройдемся. Это передняя у нас идет такая вилка у нас мотоциклетная, такой поршневого формата, да, то есть, не разбирали, не знаем пока что внутри, но, скорее всего, мне кажется, пружинного типа. Но подножку уберем, чтобы не мешало. Смотрите, просто этот мопед. Его пробить даже, мне кажется, нереально. Вот я прыгаю на нем, смотрите, как отрабатывает. Подножка, кстати, обратите внимание, вот на самом деле, опять же, хочу сказать, что не каждый производитель может похвастаться такой внушительной подножкой, потому что большинство подножек, да, то есть, они такие достаточно тонкие, да, то есть, и бывает, что самокат заваливается со временем. Тут, конечно, компания Якамура даже в этом моменте подошла очень креативно. И, кстати, даже в этом моменте они акцентировали внимание на удобство для клиента. Чтобы подножку убирать, чтобы вам сюда как-то не бить, да, вот есть такой небольшой синий, красиво, кстати, такое решение, черно-синим, такой флажок металлический можно им для удобства убирать, просто, да, или пяточкой можете, как и убрали подножку. Также и вынос его, хоп, поставили. По передней подвеске мы с вами поговорили. Давайте обратим внимание на заднюю подвеску. Задняя подвеска у нас с вами идет пружинная. Стоят две пружины. Здесь у нас с вами, кстати, идут, вот даже если вы обратите внимание, как компания тоже, вот здесь стоят у нас с вами подшипники, то есть, это очень хорошо. Просто некоторые производители бывают втулки ставят, здесь уже подшипник сразу идет. Вот, то есть, это очень правильное решение с точки зрения практичности. Ну и, конечно, заднее крыло. Заднее крыло у нас с вами идет, здесь по бокам металл, кожаная такая или эко-кожа решение. То есть, получается, никакого элемента металлического сверху нету, то есть, кожаный такой, ну, как я сказал, либо эко-кожа решение, похоже на эко-кожа. Вот, и здесь у нас такой вот стопар идет, да, то есть, вот такой, как брызговичок. Что мне не понравилось, да, сразу скажу, да, то есть, подумайте, о, там, только захваливайте, захваливайте и так далее. Это, конечно же, по крылу. Крылок короткое, то есть, колесо оно выпирает, и здесь нужно делать какое-то решение по брызговику, наращивать, да, то есть, потому что все, что вот вы едете, когда будете ехать, если по влажной погоде, да, то есть, у вас будет все лететь на спину, на ваши ноги на спину. Поэтому здесь нужно по крылу дорабатывать. Так же, как и по переднему крылу, если мы с вами обратим внимание, крыло, конечно же, такое короткое достаточно, и здесь нужно тоже делать решение с вами, нарастить, либо поставить брызговичок защиты, чтобы на вас ничего не летело. Кстати, такой момент, сейчас обратили внимание тоже, вот вы видите, кстати, да, он моциклетного формата идет вилка, и вот здесь такая вторая еще вилка идет, да, получается, вот первая основная, и вот вторая. Мы обратили внимание, что, в принципе, здесь можно, как мы понимаем, регулировать данную вилку по высоте, посмотрите. Вот здесь мы смотрим с вами, да, вот есть вот шестигранные болты, их мы расслабляем, здесь мы тоже вот расслабляем еще два болта, и тем самым, прошу прощения, еще вот эти два болта раскручиваем, то есть шесть болтов, и тем самым у нас вилка, она может немножко приподниматься и опускаться, тем самым регулировать ростовку. То есть, если люди, клиент, который покупает данный самокат с ростом высоким, мы можем с вами уже отрегулировать по высоте, чтобы было более комфортно. Ну, здесь прям пять с плюсом. Решение такое необычное, кстати, по крайней мере в таком формате вилок. Что еще хотелось обратить внимание, это складной механизм, складной механизм такого формата, который используется, в принципе, на самокатах таких, как iBalance Bandit, iBalance Athlete, очень схож с ним. Что касаемо, кстати, силовой кабель, посмотрите, вот силовой кабель у нас с вами уходит в деку, и вот здесь у нас все замазано с вами герметиком, прям еще свеженький такой. То есть, ну, друзья, прям сразу с конвейера, как говорится, для вас пытаемся доснять максимально видео. Вот, здесь все замазано, но в любом случае рекомендуем делать гидроизоляцию, защиту, потому что самокат и вода две вещи несопоставимы, поэтому лучше защитить дополнительную гидроизоляцию. Также хочу обратить внимание, что дека у нас выходит, заканчивается дека, начинается опора для ноги, то есть два в одном, и опора для ноги, очень удобно, кстати, тоже прокатился, ногу ставить. И здесь же можно использовать как ручку переноску, то есть приподняли, перенесли. Данный самурайц весит по завелению производителя 54 килограмма. Конечно, многие скажут, да ничего себе, вот это атлет, да, 54 килограмма. Ну, на самом деле, давайте трезво смотреть на вещи. Такие мощные самокаты полноприводные, с таким аппетитом, который находится под капотом, но они не могут чисто даже гипотетически, да, то есть просто физически весить как-то, ну, очень легко, да, или быть легкими сами по себе, поэтому что есть, то есть. Кстати, здесь, что касаемо по зарядным устройствам, хочу сказать, в комплекте идет у нас с вами одно зарядное устройство на 2 Ач, зарядка где-то по времени будет примерно 15 часов, но здесь у нас стоят два порта под зарядки, поэтому можно докупить второе зарядное устройство и заряжать одновременно двумя зарядными устройствами. Тем самым сократите ваше время зарядки в два раза. Друзья, мне интересно ваше мнение, оставьте, пожалуйста, комментарий, как вам данный самокат, что вы думаете о нем, какие вот, по крайней мере, первые впечатления по видео для вас этот самокат производит, скажем так, да, то есть очень интересно, поэтому стараемся максимально для вас снимать эти видео, делиться информацией, новинками, поэтому оставьте, пожалуйста, комментарии, спасибо большое. Ну что, друзья, мы сейчас поедем кататься, замерять скорость, делиться с вами дальше информацией о ощущениях и, конечно же, возможности этого самоката. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились с новинкой от компании «Икамура» «Самурайц Раптор 13-й». Смотрели, показали мощность с вами, да, то есть пробежались по характеристикам. Оставьте свои комментарии о ваших впечатлениях. Но мы вас приглашаем к нам на тест-драйв посмотреть, прокатиться на этом прекрасном монстре среди самокатов. Мы находимся в метро 1905 года, 200 метров от метро, торговый центр электроника на Пресне. Павильон B22-2, синяя линия. Работаем каждый день без выходных с 10 до 9. У нас огромный выбор электротранспорта, самокаты, гироскутеры, сигвеи, скутеры, сетикока, все, что, как говорится, вам нравится. Все новинки, они у нас присутствуют, поэтому будем рады вас видеть. Ну, а с вами был Станислав. Спасибо всем, всем пока и удачи! Субтитры подогнал «Симон»!